ребят всем привет привет всем старым подписчикам всем новым подписчикам и просто зрителям кто смотрит наш канал напоминаю у нас автомобильный канал показываем вам японские автомобили сегодняшнее видео назвали монстры авторынка ну по факту у нас будет с вами один монстр это toyota land cruiser prado цель не то что цель этого видео а хотим вам показать насколько все-таки надежные японские автомобили внимание автомобиль 1993 года выпуска с пробегом 270 тысяч и сейчас вы увидите в каком состоянии он продается вот всем спасибо за подписку всем спасибо за просмотр ребят поддерживайте нас подписывайтесь комментируйте в видео ставьте палец вверх ставьте лайки вот вы поделитесь видео со своими знакомыми и друзьями но сейчас идем и посмотрим также хочу напомнить то что занимаемся мы помощью при покупке автомобилей японские автомобиля работаем по всему приморскому краю вот если вам нужна помощь звоните пишите обращайтесь и кстати много вопросов как мы проверяем автомобиль что входит в проверку друзья ну на эту тему будет отдельное видео она скорее всего будет либо в конце этой недели либо в начале следующей недели все подробненько расскажем покажем что проверяем какие манипуляции с автомобилем производится итак друзья что же это такой за монстр кстати этот автомобиль интересного плана он без пробега по россии это конструктор то есть была рама на автомобиль привезли конструктор двигатель кузов поменяли и поставили данный автомобиль 1993 года здесь были уже надел в девяносто третьем году произведены доработки мотор устанавливается 1кз дизель есть механическая тнвд есть электронная тнвд это действительно надежный легендарный внедорожник toyota land cruiser prada он очень популярный что у нас приморском крае что вообще по россии даже новые прадики выпускаются в таком кузове это полноценный внедорожник рамный внедорожник раздатки и флоки все есть вы посмотрите просто как он блестит он действительно больных с родным аукционным листом это мы сейчас все посмотрим сзади установлена лестница я просто они это невозможно передать словами как он блестит хорошая резина на литье он посмотрите состояние рамы да она как бы обработано много но она не гнилая не ржавая подвеска тоже доработана кстати вот данные автомобили они хорошо подвержены тюнингу он из японии может прийти конструктор тюнингованный и здесь их очень хорошо дорабатывают можно сделать нереально огромного монстра на очень больших колесах посмотрите состояние рамы 1кз 3 литра дизель то есть дизель он в принципе здесь не проблемный есть у него несколько болячек это трещина бывает в кбц и перегрев ну перегрев тоже следить за радиатором чтобы он не был забитый может быть там из-за нерабочего термостата у нас перегреться но в принципе если вы будете следить за автомобилем то ходят они очень долго двигателя вообще завод изгодовитель дает ресурс скажем так в районе 500 тысяч но при должном обслуживании он проходит намного намного больше чем свои 500 тысяч коробка передач либо автомат с трехступенчатой устанавливается либо пятиступенчатая механика на этих автомобилях давайте наверно посмотрим двигатель так ну собственно вот он сам мотор 1кз дизель подкапотное пространство я плохого вам сказать ничего не могу плане какой-то коррозии ржавчины тнвд здесь идет механическая кстати есть еще электронная вообще вот данные моторы были разработаны и запущены серийное производство в девяносто третьем году посмотрите на состояние подкапотного пространства состояния мотора пробега автомобиля 270 тысяч пол ресурса еще не отбегал ксенон установлен но это за идет не штатный этого японец уже ставил здесь не цепь здесь идет ремень грм ремень грэм меняется на 100 тысячах если он рвется это конечно не есть хорошо загибает клапаны вы давайте сейчас его заведем запуск двигателя на холодную видели мотор с пробегом 270 тысяч знаете самое интересное то что этого никто не скрывает потому что этот мотор еще проходит очень и очень долго работает как часики работу мотора увидели понял понял обратите внимание на на его такие прям прямоугольные квадратные формы машина 1993 года выпуска поверьте на данном автомобиле даже сейчас 2021 году вы будете выделяться клиренс автомобиля с завода он выпускается 200-205 миллиметров но соответственно у данного автомобиля кривенса много больше потому что он задор на него стоит не штатная подвеска лобовое стекло идет родное это лобовое стекло такое практически под 90 градусов сделано не широкие стойки что очень хорошо при обзоре ну и давайте посмотрим все таки по салону ну кстати зеркала заднего вида так называемые уши они и широкие и высокие очень удобные так надо сделать потише значит верная карта ребят раньше автомобили выпускались все материалы были намного лучше вот серьезно смотрите три вида материала кожа тканевая вставка еще вот такой вот идет ворс все приятное на ощупь автоматический стеклоподъемник автомобиль 1993 года вот такого плана сиденье 270 тысяч пробег на автомобиле а его не уделали смотрите какое ковровое покрытие я я даже садиться сюда не буду потому что здесь очень очень чисто из дуйки вот это вот ручка это бонус только не то что бонус да господи слова вылетела с головы короче на всех практиках вот она аукционный лист я его по статистике не смотрел но я думаю это родной аукционный лист пробег 270 тысяч аукционная оценка три с половиной балла кузов автомобиля идет целый вот такого плана солнцезащитный козырек тоже обшивка все приятное на ощупь и смотрите потолок какой в каком состоянии потолок второй ряд сидений обшивки дверной карте все то же самое комбинированная идет видели здесь вот такой кармашек идет с сеточкой здесь ничего особенного нет так ну я как всегда одной рукой не очень удобно это делать в общем опускается спинка передняя сидушка двигаться немного вперед давайте наверно все таки продемонстрируем вам вот таким образом у нас увеличивается багажное отделение третий ряд крепится по бокам спать в автомобиле можно но сложно в принципе складывается и раскладывается все ребят довольно довольно просто знаете вот двери открываются что сбоку боковые что задние вот как завода вот серьезно кстати заднюю дверь можно открыть изнутри если вас там случайно закрыли очень удобно состояние багажного отделения да но не новая но поверьте она в очень хорошем состоянии при желании кстати многие третий ряд сидений они просто убирают там у нас прячется домкрат и ремкомплекты смотрите везде ручки до автомобиль внедорожник используются где-то вот в таких условиях очень удобно вот еще момент упустил для второго ряда сидений сейчас покажу ручки прям с трудом с трудом открывается все это бензобак кстати смотрите с ключа давненько я такого не видел здесь все то же самое и вот по той дверной карте не обратил внимание на это пепельницы но пепельницы это уже ребят это уже не актуально у нас идет вот дополнительные ручки что с правой что с левой стороны подсветка и посмотрите с такого ракурса дальше водительское место 4 стеклоподъемника блокировка дверей руль вот такого плана деревянный до рбга здесь нет сиденья здесь постелили коврик печка открытие я имею ввиду дуй когда в ноги там на коленке открытие бензобака так это у нас капот немного ноги отряхнем чтобы залезть посадка в автомобиль да как бы честно тяжело садиться в плане он извиняется он реально высокий вот для нас есть ручка ручку взяли и в принципе в принципе сели вот что вам здесь показать кстати полный бак бензина возможно японского пробег на автомобиле никто не скручивал 270 тысяч здесь все идет механическая здесь есть даже вольтаж аккумулятора значит включение блокировок lh локи все здесь есть ну кстати по блокировкам там тоже моста судьи тут в зависимости от того ну скажем так от комплектации есть всевозможные разные вариации климат контроля нету но тем не менее все ясно удобно и доступно какие японцы молодцы все-таки есть время розетка на 12 вольт но она идет еще даже с прикуривателем здесь у нас пепельница торпеда да она как бы здесь идет такая ну как сказать вам узенько но тем не менее она прям приятно идет на 8 не то что вот взять какой-нибудь не знаю взять какой-нибудь филдер да где ну такое она прям пластмассовая все идет дальше есть регулировка руля но руль тоже регулируется только по высоте вверх вниз по вылету конечно же он регулироваться здесь не будет но опять же задов все зеркальце здесь здесь нет ну и стоит самый такой простой надежный автомат ручник где положено бардачок ремешки безопасности место поверьте в автомобиле ну действительно очень много кстати для водителя тоже предусмотрено вот такого плана вот ручка так друзья ну и вот здесь это регулировка подвески но сейчас в данный момент это нельзя не работает потому что так опять кто-то звонок эта функция в данный момент не работает потому что в японии японец установил другую подвеску она здесь задрана на 2 дюйма ну также смотрите в непривычном месте у нас идет регулировка зеркал левая ухо работает право ладно не будем показывать он тоже я уверен то что в этом автомобиле работает все что должно работать понятно магнитофончик установили здесь такой нештатный что вам еще показать обзорность просто великолепная шикарная автомобиль сейчас выйдем еще раз на внешний вид напишите в комментариях как вы относитесь к таким автомобилем напоминаю это toyota land cruiser prado автомобиль 1993 года выпуска стоимостью 1 миллион 740 тысяч рублей пробег 270 тысяч я понимаю то сейчас там начнут писать в комментариях ой пробег огромный да мы пойдем за такую сумму возьмем чем другое чем новое ребят вот смотрите состояние видели 1 740 пробег 270 тысяч покажите мне любой другой автомобиль не японский который столько проездил что с этим автомобилем было сделано напоминаю еще раз то есть был грубо говоря какой-то старый автомобиль рамок его привезли конструктор кузов двигатель автомат подвеску поставили все на раму кузов на равных автомобилях это не номерной агрегат то есть на кузове здесь никаких индикационных знаков нет номер рамы вин как это любят стать и резина прям новая стиме есть только на ранее вот такой вот монстр один-единственный продается на авторынке зеленый угол ну и также хочу напомнить то что автомобили есть автомобили на авторынок понавезли на сегодня все спасибо кто досмотрел до конца не забудьте оставить комментарий поделиться этим видео подписаться на канал всем пока